Друзья, поддержите, пожалуйста, данный ролик вашим лайком и комментарием. Тем самым вы очень поможете продвижению. Субтитры создавал DimaTorzok Дом, а не деревянный, следовательно, странные звуки и голоса никак не могут осесть в его стенах, как это случается в деревянных зданиях. Случаи, которые там произошли, не страшные, но пугающие и заставляют чувствовать себя неуютно. Случай первый. Я училась в четвертом классе и спала с мамой в одной кровати, потому что она сильно болела. По ночам ее мучили кошмары, и я должна была исполнять роль будильника, то бишь будить ее, потому что она редко просыпалась от таких кошмаров без помощи. В ту ночь все было как прежде. Мама спала, и я тоже. Но неожиданно я проснулась. Ощущение было такое, будто меня выдернули из какого-то пространства, в котором нет времени. До того, странно я себя чувствовала. Это совсем не было похоже на состояние сонного человека. Так вот, едва я открыла глаза, как невольно посмотрела в сторону прихожей. Комната родителей выходит на коридор, словно что-то притягивало меня. Стояла зима, было очень темно, и в кромешной тьме я увидела, что на нас с мамой смотрят чьи-то глаза. Ярко-красные, узкие, без зрачков, сплошные красные глаза. Просто глаза, никакого силуэта или тела я не увидела. Едва я взглянула на них, как они тут же исчезли. Меня прошиб озноб. Стараясь себя успокоить, убеждая, что все это мне просто привиделось, я прижалась лбом к маминой руке и закрыла глаза, намереваясь уснуть. Сознание просто отказывалось принимать то, что я увидела. Но как только я закрыла глаза, как мне на лоб кто-то бросил шарик. Я почему-то сразу поняла, что это был круглый, маленький предмет, который кто-то в меня бросил. У меня чуть сердце из горла не выскочило. Более того, этот предмет отскочил от меня, и я ожидала услышать, как он упадет на пол. Но ничего не произошло. Никаких звуков или шорохов. Стояла абсолютная тишина. Как я тогда себя успокоила и более того уснула, сама не понимаю. Случись такое со мной сейчас, я бы подняла крик на весь дом. Позднее я упала и сильно ударилась той стороной лба, на которую упал тот предмет. И получилось сотрясение мозга и повышение внутричерепного давления, последствия которого отразились на моем зрении. Поставили прогрессирующую миопию второй степени. То есть, мое зрение ухудшается с каждым годом. Понятия не имею, что это было. И если быть честной, знать об этом особо не хочу. Позже, кстати, я видела эти глаза еще один раз. Теперь они уже были прямо над нашей с мамой кроватью. Второй случай не такой страшный, как первый. Я очень любила слушать рок-музыку. И в отсутствие родителей включала ее на полную громкость своих динамиков. Благо стены в нашем доме толстые. Так вот, однажды вечером я, как обычно, включила панк-рок. И буквально через секунду услышала тяжелый, щемящий душу вздох совсем рядом со своей комнатой. Поначалу не обратила на него никакого внимания. Но повторный вздох уже заставил меня насторожиться. Дома-то я была одна. Выключила музыку и прислушалась. Ни звука. Ладно, включила снова. И снова чьи-то вздохи. Я опять выключила музыку и проверила входные двери. Вдруг забыла их запереть. И в коридоре вздыхает какой-то сосед. Но нет, двери были заперты. А на площадке никого не было. Стало не по себе. Я вернулась и снова включила музыку. На сей раз чисто ради эксперимента. И снова кто-то стал вздыхать. Вот тут мне действительно стало страшно. Я выключила не только музыку, но и компьютер. Включила свет и стала читать книгу. После этого случая я больше не рисковала слушать громкую музыку. Случай третий. Меня все чаще посещали мысли, что в квартире творится что-то неладное. Боковым зрением я видела черные фигуры, которые исчезали, едва я решалась на них взглянуть. Как-то раз, будучи опять же дома одна, я слушала музыку в наушниках и занималась уборкой комнаты. Как вдруг боковым зрением заметила, что что-то черное и маленькое взметнулось на мой стул и затаилось там. Быстро поворачиваю голову, а там никого. И так чуть ли не каждую неделю. То что-то бегало, то что-то пролетало, а бывало и черная тень стояла. Потом я узнала, что боковым зрением люди чаще всего видят потусторонних существ. Когда-то у меня была привычка вставать в пять часов утра и лежать так до рассвета. Так вот, проснувшись как всегда по биологическим часам, я услышала скрип стула из кухни. Обычно такой звук бывает, когда передвигают мебель по полу. Удивилась, думаю, почему это родители в такую рань поднялись. Когда же утром я у них спросила, что они делали в пять утра на кухне, те хором заявили, что они спали, и никого из них и близко не было к кухне. Единственная мысль у меня тогда была, надо же. Еще такие же звуки я слышала со своей подругой, когда она приходила ко мне ночевать. Мы громко смеялись и шутили друг с другом, когда неожиданно из кухни раздался звон посуды. Звуки слышал и мой брат. Однажды у нас гостила пятилетняя сестра, и мы стали ее пугать, мол, сейчас бабайка придет и заберет тебя. Вдобавок начали стучать по двери и говорить. Вот, слышишь, это он стучится. Ребенок, конечно, заплакал, и мы прекратили свой дурацкий розыгрыш. Как вдруг в дверь действительно постучали. Боже мой, я так быстро никогда не бежала. Нас с братом и сестрой будто ветром сдуло. Мы мигом выскочили на балкон и закрылись там, потому что знали, что в доме, опять-таки, никого кроме нас не было. Четвертый случай связан со спиритическим сеансом. Наверное, каждый знаком с гаданием по блюдцу. Нужно взять неглубокую тарелку без рисунка, обмазать ее дно сажей, нарисовать стрелку, зажечь свечи и так далее. Многие говорят, что в ходе этого гадания действуют законы физики, из-за чего тарелка и двигается сама собой. Так вот, это полная чушь. Мы с подругой вдвоем решили провести данный сеанс из чистого любопытства. Ни сажи, ни спичек, ни свечей у нас не было. Вместо этого мы использовали тени для век, которыми обмазали дно тарелки. Кстати, тарелка была с золотой каемкой. Простым карандашом нарисовали стрелку, а вместо свечей использовали свои мобильные телефоны. Поставили подсветку дисплея на максимум. А теперь представьте себе наш ужас, когда тарелка действительно стала ходить сама, без посторонней помощи. Сначала я думала, что подруга меня разыгрывает, и попросила ее прекратить. Она убрала палец, и я с диким страхом поняла, что никто, ни меня, ни ее не разыгрывал. Гадание оказалось действительным. Тарелка двигалась сама по себе. Стоит также упомянуть здесь ряд ошибок, которые мы совершили. Гадание должно было проводиться с нечетным количеством участников, а нас было двое. В спешке мы забыли написать якутский алфавит, и один дух давно умершего якута долго и сердито искал якутские буквы. Такое гадание принято проводить только в так называемый период Танха, то бишь во время святок. Гадающие не должны прикасаться к тарелке. Тем не менее, духи исправно приходили на наши призывы и разговаривали с нами. Мы все больше входили во вкус и совершенно перестали отдавать себе отчет. И в конце концов, дело дошло до того, что нас стали посещать духи, которых мы не призывали. С трудом с ними попрощавшись, мы выкинули злополучные предметы в канаву, кроме телефонов. И нам еще два-три дня казалось, будто за нами следят какие-то темные тени. Никак не могу забыть этот опрометчивый поступок, который мы совершили из-за простого любопытства и скуки. К тому же идея-то была моя. Случай пятый. В том доме, да и вообще все время, когда я жила в этом поселке, меня посещали странные, страшные сны. Приведу несколько примеров. Когда мне было 8 лет, умерла моя бабушка. Годом или двумя годами позже, она стала часто мне сниться и просила меня с ней уйти или позволить ей остаться со мной. Почему-то я категорически не хотел идти с ней, однако часто позволяло бабушке оставаться со мной. И так продолжалось до тех пор, пока один наш родственник не застрелился из-за тяжелой болезни. В ночь его смерти мне приснилось, как бабушка хлопочет у плиты и жарит оладья. Рядом со мной находилась моя старая собака-сокол. «Поторопись, внученька! Сегодня у нас гости!» Сказала мне бабушка. Зачем торопиться и что делать, я так и не поняла. Помню, как я бегала туда-сюда по ее поручениям, а рядом со мной был сокол. На следующий день я узнала, что сокол умер год назад. Кстати, после этого бабушка перестала часто мне сниться и уж тем более звать с собой. Однажды мне приснилось, будто я со своим другом ограбила чей-то дом. Но нас быстро настигла милиция, и мы решили спастись бегством. Почему-то я прибежала домой, заперла дверь и стала молить отца, чтобы он меня не выдавал. Тот вяло что-то сказал и отмахнулся, мол, твои проблемы, ты разбирайся. Странно, но в жизни мой отец болеет за меня душой и сердцем. И тут же раздался яростный стук в двери. Я побежала к ней и украдкой взглянула в глазок. Вся лестничная площадка была полна милиционеров. Я помню свой испуг и мысль, «Мама родная, неужели я свершила так много преступлений?» Я подбежала к окну, намереваясь из него выпрыгнуть, но едва открыв раму, поняла, что это бесполезно. За окном стояла полная темнота и бушевал ужасный холодный буран. Пока я соображала, что мне делать, милиционеры выломали дверь и арестовали меня. Потом я узнала, что мой друг-соучастник тоже не избежал ареста и нас приговорили к расстрелу. Последнее, что я помню, это были черные дуло автоматов, из которых грянули оглушительные выстрелы. Тем же утром я узнала, что арестовали моего одноклассника, который вместе со своим другом ограбил дом. Вещи выносились через окно и в самый разгар темного дела в том доме заявился хозяин. Он сдал воришек в милицию, а так как одноклассник и раньше не отличался с мирным поведением, избиение, угон машины, хулиганство, нанесение ущерба чужому имуществу, распитие алкоголя в неположенных местах и так далее. Ему припомнили все нарушения и преступления. Получился весьма большой срок, который он отбывает до сих пор. Ну и конечно, дело никак не могло обойтись без нечистой силы. Стоило мне увидеть во сне большого черного человека, не знаю, можно ли называть его человеком, скорее он был похож на тень, как в жизни случались неприятности и проблемы, ссоры, разлады, болезни. Надеюсь, вы понимаете, почему я не люблю свой поселок и дом. Приехав в Якутск, я, пожалуй, впервые в жизни узнала, каково это спать спокойно и крепко, без страха увидеть очередную чертовщину во сне. Кстати говоря, с момента моего переезда видения и странные сны меня больше не посещают, а стоит мне уехать обратно в поселок, как все начинается заново. Я также заметила, что в столице у меня нормализовалось и здоровье, когда, как в поселке, я часто лежала дома из-за страшных головных болей. Внутри черепное давление давало о себе знать. Доходило до того, что я непрерывно спала по 2-3 дня, вставая лишь за тем, чтобы покушать и сходить в туалет. очень надеюсь, что тут у меня будет все хорошо и спокойно. и сходить в туалет.